В России захотели Взразить систему страхования От безработицы Гениальная система Ты потерял работу И за счет Тех кто работает Тебе какие-то бабки платят А основную львиную долю Конечно берет Путин Что такое страхование от безработицы Это как пенсионное страхование Много ли пенсии выплачивают А денег много было А денег сколько жопой жуль Так и здесь С зарплатой будут платить Каждый месяц А безработным будут кидать крохи Основная львиная доля пойдет опять в Путина То есть это грабеж Который не затихает Не оканчивается Под благовидным предлогом Да и без всякого предлога Просто грабят Потому что хочется Боготейший депутат отчитался 6,3 миллиарда рублей Ну что я могу сказать Это какой-то депутат Сахалинской областной думы В 19-м Рекордсменом Законодательного собрания Стал Рыбопромышленник Дмитрий Пашов Владелец и гендиректор Специализирующийся на ловле краба Компании Манерон Вы много крабов поели Вот в том году Когда этот 6,3 миллиарда Заработал официально Ну наверное нет Потому что едят Японцы Китайцы В Европу Присылают Камчатского Краба В России Никто не ест Почему? Ну потому что Это экономически Невыгодно Здесь все Экономически Невыгодно Жуть конечно Такая мерзость Вообще В Госдуме Допустили Выход России И спасе Ну Это даже смешно Да Вот Как будто От них что-то зависит Правительство Изменило Закон о защите Населения От чрезвычайных Ситуаций И вот Пишут Что это Изменение Связано С Значит С иностранцами Да И так далее Но уж понимаете Что правительство Будет Не вносит Изменений Федеральный закон Оно Делает предложение В качестве Законодательной Инициативы Да Входит В Госдуму А Госдума Уже будет Об этом На эту тему Голосовать Я думаю Что речь Не о Выплатах Иностранцам Которые В чрезвычайную Ситуацию В России Попали Как раз Речь Будет идти О том Как поменьше Платить Россиян Вот о чем Будет речь Как Чтобы Эвакуация Происходила За счет Россиян Уже Этот вопрос Не то что Назрел Он уже Законодательно Включен Уже Законодательно То есть Вы Вы сами Себя должны Эвакуировать А сейчас Это внесут В соответствующий Закон Это изменение Так что Будете Эвакуироваться Сами В случае Войны Чернобыля И так далее Володин Напомнил Западу О судьбах Ассенжа И Сноудена Про Байдена Расскал Володин Напомнил Не Западу Володин Напомнил О себе Время Время Отвремя Он Про какие-то Внешнеполитические Вопросы Говорит И сейчас Все про Байдена И он так Вот Байден Вы там Плохо С Ассенжем Поступили С Ноуденом Это такой Борец за права Человек Слава Володин Знаю Я этого Борца В России Разработали Первую В мире Систему Воздушного Минирования Против Этих Беспилотных Летательных Аппаратов Но это Обхохочется У них нет Беспилотников Но они Систему Воздушного Минирования Какое Воздушное Минирование Вы их Обнаружить Не можете Чтобы что-то Минировать Нужно Их прежде Все Обнаружить Это же Они не по земле Ходят Они летают В трехмерном Пространстве Как ты там Заминируешь То есть Для того Чтобы его Поразить Его надо Обнаружить Даже если Это будут Какие-то Баражирующие Боеприпасы Там летать Который Если рядом Пролетает То он Подрывает Сколько Во-первых Боеприпас А вторых У них Должна быть Система Обнаружения Глаза Должны А эти Ребята Путинские Слепые Против ВПЛА Потому что Советский Союз Ничего Подобного Не придумал Обратите Внимание Они Ничего Не значат Там Где Ничего Не придумал Советский Союз Вот Советский Союз Что-то Придумал Как Ловить Техоходный Летательный Аппарат Все Они Час Наконец Тут Шашкой Были Ничего Советский Союз Не придумал Это Было Неактуально И они В жопе Россия Решила Отказаться От МКС И создать Собственную Орбитальную Станцию Все Что угодно Они могут Рассказать После Запуска Блинов К 60 Летию И Крестного Хода На Парапланах Можно Рассказ Вообще Все Что угодно Что Они Там Победят Дальний Космос Выйдут Я не знаю На Плутоне Высадятся Ни сегодня Ни завтра Высадятся На Ириде На Плутоне Будут Обмерять Кто Больше Плутона Или Ириды Все Время Споры За Этого Кто Больше Они Как Раз Узнают Кто Больше Голос Ириды Чув